Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем вас знакомить с автомобилями, которые продаются в нашем автосалоне, в автосалоне RDM Import Новосибирске. И в этот раз, я думаю, что с уникальной машиной вас познакомлю, это Daihatsu Big Go. Перед нами именно рестайлинговая версия, 2009 год. Чем она отличается от предыдущей? Здесь немного изменены фары, передние, задние, другие бампера, туманочки. У нас здесь стоит литье не оригинальное, хоть и литье, но в рестайлинге у литья тоже изменился дизайн. Решетка радиатора другая. Немного они изменили дизайн передней панели в салоне. Некоторые изменения по сиденьям. В общем, вроде бы по минимуму, но все же машина отличается от предыдущей версии. Также есть некоторые изменения в технической части автомобиля. Сам по себе мотор такой же, как и раньше, но у него изменили настройки и теперь он чуть-чуть, но меньше кушает топливо. Вообще, почему я называю эту машину уникальной? Да потому что конкурентов, по большому счету, у Daihatsu Big Go нет. Машина, посмотрите, какая высокая. Она очень проходимая по отзывам владельцев, потому что у нее постоянный полный привод. И есть еще блокировка межосевого дифференциала. Включается она специальной кнопкой справа от руля. Большой дорожный просвет, в зависимости от версии, машины эти бывают еще и с задним приводом, от 18 до 20,5 сантиметров. Это очень хороший показатель, еще учитывая, что машина короткая, всего 4 метра. Для сравнения, есть такой автомобиль, как Honda Fit, к примеру, 2010-2011 года. Так вот, по длине они абсолютно схожи, ровно 4 метра. Поэтому, как вы поняли, машина короткая, с весом короткий, но при этом она высокая. И, в первую очередь, всегда страдают бампера и пороги. Здесь же с этим проблем нет абсолютно. Очень проходимый автомобиль, при этом достаточно надежный, ну и неприхотливый, конечно. Вот, на мой взгляд, это как раз и делает его уникальным. А еще конструкция такова, что задний мост у него цельный, неразрезной, как на настоящих внедорожниках. Это добавляет свои особенности к управляемости этого автомобиля, но очень выручает на плохих дорогах. Кто-то называет эту машину жестковатой, но, опять же, на плохих дорогах, на загородных где-то трассах, на проселке, это будет только плюсом. Как этот автомобиль появился в нашей компании? Значит, предыстория. Был у нас такой автомобиль, как Cherry Tiggo, и тот автомобиль мы поменяли на этот, то есть даже мы доплатили. Cherry Tiggo машина очень популярная для продажи, у нас они часто покупаются, продаются, но мы решили взять именно этот экземпляр. Чем он уникален? Вообще, если вы мониторите хоть немного рынок подержанных автомобилей, то Daihatsu Big Go, Toyota Rush, Daihatsu Terios, это очень редкие машины, а если вы хотите автомобиль приобрести в хорошем состоянии, то вообще найти практически невозможно. Этот автомобиль с одним хозяином, представляете, 2009 год и был только один хозяин. Машина сама по себе, как модель, на мой взгляд, очень уникальна. Вот такого плана автомобилей на рынке сейчас очень мало, это во-вторых. А в-третьих, ну, просто посмотрите на этого красавца, маленький внедорожник, которому не страшны наши дороги, наши зимы, наши условия. Итак, сердце нашего внедорожника, это тойотовский мотор 3SZ, ну, сложно сказать, тойотовский или от Daihatsu, в общем, туда и туда он устанавливается. Полтора литра, 109 лошадиных сил, у тойоты есть двигатель подобного объема 1NZ, мощность точно такая же, но конструкция немного отличается. И вот так как мы показываем машину, которая продается именно у нас, которую вы можете хоть сейчас купить, да, мы расскажем чуть поподробнее, что было в данном случае. Этот двигатель 3SZ, он имеет свои особенности и иногда владельцы попадают на ремонт, на капитальный ремонт. Не буду вдаваться в подробности, в общем, требуется капиталка. Так вот, здесь мы капиталку уже сделали. То есть мы когда машину забирали, мы знали, что мотор барахлит, и мы этот момент устранили. Соответственно, те, кто будет приобретать эту машину, они будут уверены, что автомобиль проходит еще очень-очень долго. Коробка здесь автоматическая, простая, четырехступенчатая. Привод, я уже сказал, постоянный, полный, с блокировкой межосевого дифференциала. В общем, конструкция в целом достаточно простая, и обслуживать этот автомобиль очень недорого на самом-то деле. Больше даже будет вас волновать, наверное, расход топлива, но полтора литра это все-таки немного. Не нужно ждать, что эта машина выезжает из пяти секунд до сутки. Поэтому, если не гонять, то расход будет вполне приемлемый. Когда я первый раз увидел эту машину, я подумал, что места в ней нет абсолютно, что багажника нет, для пассажиров места нет. Но посмотрите, багажник на самом деле достаточно большой, здесь около 380 литров. А если вы еще посмотрите, как он складывается, то объем увеличивается более чем в два раза, до 755 литров. То есть он получается и достаточно длинный, и достаточно широкий. И еще не забывайте, что высота салона здесь тоже большая. То есть что-то объемное можно увести очень легко. Плюс здесь есть под полом небольшая ниша, там хранится домкрат, баллонник. Ну, какую-то мелочевочку тоже можно туда закинуть. Есть розетка на 12 вольт, полезная вещь. И обратите внимание, как открывается дверь. Она открывается не наверх, а открывается в сторону, как на настоящих внедорожниках, как на том же Prado. Поэтому, ну, еще, так скажем, один компонент, который нас отсылает вот именно к нормальным большим внедорожникам. Помимо там технических его характеристик. Вот, в общем, здесь места много. Еще обратите внимание, что в этой машине пластик не зацарапанный в багажнике. Это тоже приятно. И сейчас мы перейдем в салон. Посмотрите, что там тоже все в порядке. Все чисто. В машине не курили. Приятно. Правильнее было бы назвать эту машину четырехместной. Потому что все-таки она достаточно узкая по меркам обычного кроссовера-внедорожника. Но при необходимости, конечно, втроем сзади сесть можно и уехать даже на дальнее расстояние. Из плюсов для пассажира здесь что? Сразу обращают на себя внимание то, что сидушка сама достаточно широкая. Это удобно. Посадка высокая. Сидения расположены на хорошем уровне от пола. Здесь есть небольшой крючочек для мелких пакетов в дверях. Есть кармашки для мелочевки. И, что касается дизайна, очень красивые массивные ручки на дверях. Такие же, как на больших внедорожниках. В общем, вроде машинка-то небольшая, но признаков большого автомобиля здесь очень много. Места для водителя и переднего пассажира достаточно много. Реально ничего на тебя не жмет. Все отлично. Что касается опции. Вот в данном конкретном автомобиле, да, предыдущий хозяин установил хорошую сигнализацию Starline с автозапуском. Она работает, все в порядке. Также, как и говорил, уже здесь есть блокировка межосевого дифференциала. Это очень серьезно повышает ваши возможности на бездорожье. Естественно, полный электропакет. Есть кондиционер, подстаканнички, бардачки. В этом плане все нормально. В дверях даже есть подстаканники. Достаточно объемный бардачок. Салон у нас тканевый, но ткань непростая, так скажем, да, как на современных бюджетных автомобилях. Она достаточно качественная. И вот машине на данный момент 11 лет, и салон абсолютно не затертый. Машину эксплуатировали, она не стояла. Но при этом ткань приятная и очень хорошо выглядит. И в целом салон такой же. Вот. Установлена хорошая магнитолка с задней камерой, кстати. Есть DVD-проигрыватель. Есть выход AUX и USB. Итак, друзья, сейчас немножко прокатимся на нашем автомобиле. Напоминаю, полтора литра, 109 лошадиных сил, постоянный полный привод и обычный классический автомат. Данные, конечно же, не совпадают с машинами, которые очень быстро ездят. Но все же машина едет, приводится в движение. Вот. Посадка очень удобная. Как я уже говорил, сама сидушка достаточно широкая. Это действительно удобно. Здесь есть регулировка сидения по высоте. Можно руль тоже по высоте отрегулировать. Зеркала большие, удобные. Обзорность очень хорошая. Зеркала такие же, как на Аравчике, например, стоят. Практически такие же, как и на Прадиках. Вот. Ну и посадка удобная в плане того, что сидишь высоко, глядишь далеко. База достаточно короткая, поэтому на ямках немножечко зад подкидывает. Но, как я уже говорил, на плохих дорогах, на бездорожье, вот эта подвеска жесткая, она будет себя показывать вообще на 100%. Эта машина не премиум класса, поэтому ожидать, что шумоизоляция будет на высоте, конечно же, не стоит. Обычная шумоизоляция для простого японского автомобиля. Сейчас у нас будет свободный участок и немножко дадим газу. Мотор ревет. Ну, машина, в принципе, разгоняется нормально. Вслух не буду говорить цифры, которые у меня на спидометре. Но выше дозволенного мы разогнались, конечно же. В общем, ожидал я худшего, но полтора литра, в принципе, справляется со своей задачей. Никто не ожидает от этого автомобиля дикой динамики. Нормально едет. Можно, можно ездить. С задним приводом, наверное, было бы повеселее, но такой автомобиль заднеприводный, он по большому счету-то и не нужен. Потому что проходимость его крайне низкая, особенно зимой. Вот немножко прокатились и хотел добавить, захотелось добавить точнее. Автомобиль всего лишь 4 метра. Он не очень широкий. И сразу чувствуется легкость управления этой машиной в городе. Мы протискиваемся между машин в потоке. Где-то узкое место мы легко проезжаем. Но, к примеру, если потребуется переехать через какой-то бордюр или же зимой где-то припарковаться в сложном месте, эта машина реально позволяет очень многое, несмотря на свои скромные размеры. Если подытожить нашу короткую поездку, то динамика автомобиля приемлемая, очень даже нормальная. Посадка удобная, высокая, обзорность хорошая. Уровень комфорта в плане подвески, ну, естественно, не на пятерочку, но на твердую 4. Я думаю, что когда вы выйдете на какую-то каменистую дорогу, то вот эта подвеска, она проявит себя замечательно. И в потоке мы не уступаем по скорости никому. В общем, многих этот вопрос просто интересует. Почему я заостряю внимание? В общем, этого движка для передвижения, как минимум, по городу, вот так вот. Итак, друзья, этот автомобиль можно приобрести в автосалоне RDM импорт Новосибирский. Напоминаю, что мы продаем поддержанные машины, даем на ней гарантию. Конкретно эта машина пока еще в продаже, успевайте. На самом деле машина уникальная, с характеристиками, с задатками настоящего большого внедорожника. При этом машина компактная, удобная для города и при этом очень даже вместительная. Мне она очень понравилась, я бы себе точно взял, без шуток, правда, машина классная. В общем, будем заканчивать. Всем спасибо за внимание и пока.